Генеральная прокуратура намерена ужесточить контроль над раскрытием преступлений сексуального характера в отношении малолетних, считая, что для этого не принимается должных мер. Цифры говорят сами за себя. С 2010 года число таких фактов возросло вдвое. В надзорном органе считают, что необходимо отслеживать посетителей сайтов с детской порнографией, а в качестве превентивной меры рассмотреть такие возможности применения кастрации. Марат Токолин с подробностями. В надзорном органе страны крайне обеспокоены ростом преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Ранее представители Генеральной прокуратуры уже заявляли, что создадут спецподразделения, которые будут наблюдать за лицами, ранее привлекавшимися за педофилию и за постоянными посетителями ресурсов с детской порнографией. Число таких преступлений возросло в два раза. Составило 943 факта в 2014 году против 491 в 2010 году. Уже в этом году мы зарегистрировали 726 таких преступлений, что почти наполовину больше, чем за аналогичный период прошлого года. О том, что системная работа по раскрытию и профилактике такого рода преступлений со стороны всех уполномоченных органов хромает на обе ноги, прокуратуре не скрывают. В первую очередь, по мнению автора доклада, опубликованного на официальном сайте надзорного органа, сейчас необходимо прописать запрет на примирение сторон в таких делах и рассмотреть возможность применения кастрации. В свою очередь, Министерство образования и науки считает, что для эффективной профилактики и борьбы с подобными преступлениями необходимо укомплектовать школьные учреждения психологами высокого класса. Ведь нередко насильниками и растлителями становятся близкие к семье люди, а то и вовсе родственники. Взять хотя бы ужасающие случаи, произошедшие в Павлодаре. Отец на пару со знакомым несколько лет насиловал родную дочь, а любовные утехи с собственным участием выкладывал в сеть. К окончательному отручу Кременцова определить 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в судной колонии строгого режима. К тому же в Генеральной прокуратуре предлагают, чтобы детей, пострадавших от насилия, допрашивали не следователи, а психологи. Это, по мнению контролеров, позволит минимизировать психотравмирующие факторы. Марат Токулин, Санаты Мангалиев, Куаныш Умаров, Информбюро, Астана.